Глубоко уважаемый президиум, коллеги, разрешите представить клинический случай восстановления непрерывности толстой кишки спустя 25 лет после стомии. Итак, из анамнеза пациентки известно, что рак прямой кишки в 1995 году, первичная резекса с формированием настомоза конец в конец, потом несостоятельность и, соответственно, трансфер застома. Далее попытка реконструкции, которая тоже закончилась неудачно, формирование внутреннего свища с затеками и повторная колоностома. Через год попытка, опять же, закрытия, формируется непроходимость и после этого трансфер застома не закрывалась, пациентка уже устала от этих операций. Прошу Ваше внимание обратить на такой весь живот в рубцах с здоровенной, можно сказать, стомой, которая частично выпадала, мешала ей. В декабре 2019 года обратилась к нам в клинику для возможной оценки, вообще возможности можно восстановить непрерывность толстой кишки спустя такое большое количество времени. Ну и первым делом, конечно, мы выполнили колоноскопию. При осмотре через задний проход на 10 сантиметров от анального сфинктра визуализируется грубое рубцовое сужение, что мы видим, в среднем до 4 миллиметров. Через ТОМУ аналогичная ситуация, по проктографии данным, стриктура протяженностью около 4 сантиметров, диаметром до 4 миллиметров. Ну и позвольте, большой ажиотаж и волнение не позволило нам проконтролировать всю видеозапись. Это наша, можно сказать, беда и ошибка. Но я своими словами постараюсь описать, как происходило само вмешательство. Значит, первым этапом через отводящую кишку под визуальным контролем, с умеренно дозированным усилием нам удалось провести колоноскоп в тазовый отдел бурюшины, соответственно, и он становится пальпируем через задний проход. Далее, с большими техническими трудностями, через задний проход нам удалось провести струну-проводник, и далее по этой струне-проводнику установлен баллон-дилататор в область ректуры. После этого, во временно сформированный просвет, мы установили биодеградируемый саморассаживающийся стенд длиной 6 сантиметров, диаметром до 20 миллиметров. С сохранением каркасности 6-8 недель, а полностью рассасывающийся в течение 11-12 недель. Хочется отметить, что данный стенд ни пациентка, ни наша больница не приобретала, это была спонсорская помощь. Также стоит отметить, что данный стенд открывался под двойным эндоскопическим контролем, как с проксимально, так и с дистального области. Ну и на проктографии контраст поступал свободно через стенд, затеков не было, поступал в колоноскоп. Ну и пациентку мы отпустили, через месяц пригласили на контрольный осмотр, проверили, свободна ли проходимость. Ну и как мы видим на видеоряде, полная проходимость, каркасность стента сохранена, как с проксимально, так и с дистального отдела. Ну и, соответственно, получая такие данные, наши колоректальные хирурги выполнили свое дело, восстановили с ликвидацией двухствольной трансферзостомы, сформирование настомоза конец в конец. Ой, бок в бок. Ну и через некоторое время пациентка развивается клиника непроходимости, а именно ухудшается самочувствие, нарастает температура, ущущается стул. Также на компьютерном снимке мы видим расширение правых отделов, и, соответственно, пациентка, если честно, устала от всех этих действий и уже не могла терпеть, просила опять открыть ей стому. Но мы немножко были убедительны и помогли ей. Не с первого раза нам все-таки удалось дойти до области сужения настомоза, так как было очень много кишечного содержимого. Мы очень рисковали и выполнили баллоны дилатации данной области. На трех часах, если видно, можем даже увидеть сейчас шовный элемент. После баллона дилатации мы прошли в правые раздутые отделы, ну и, соответственно, установили зонт для декомпрессии. После этого выполнена компьютерная томография, на которой отмечалась положительная динамика, уменьшение просвета. Постепенно пациентка нормализовала температуру, получала она месолазин. Ну, так как наш корпус принимал активное участие в помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, мы не могли раньше пациентку вызвать. Но как только закончили с этим, мы ее пригласили и такую картину увидели. Сечи, то есть, можно сказать, рубцовая от зоны стояния или внедрения по слизистой. Стента мы не видим, полная проходимость. По сути дела, пациентка сама ходит. Вот так вот ее выглядел живот. Вот так вот ее выглядит сейчас живот. Она очень нам благодарна, довольна, социально адаптировалась, устроилась на работу, похудела, как мы видим. С большой нам благодарностью. В этом всем действии невозможно рассказать за пять минут все то время, которое мы потратили и дней. Спасибо большое за внимание. Благодарю. Благодарю.